В этом ролике я покажу, как подключиться к социальной сети Вильный Простер. Подключение начинается с того, что в почту к вам приходит приглашение. К сожалению, еще не все переведено, поэтому приглашение приходит на английском. Кнопка Accept Invitation означает, что вы согласны подключиться к сети. На первом этапе вы вводите подключение, вы вводите свое полное имя. Сначала имя, потом фамилию. Вводить можно на украинском, на русском, как вам удобнее. Вводите пароль. Толжность мы не заполняем, так как это социальная сеть, это движение, а не организация. Переходим на второй шаг. На втором шаге мы видим тех людей, которые уже подключены к сети. Рядом с их именами стоят галочки «Отслеживать их сообщения». Что это означает, я расскажу в следующем ролике. Соглашаемся с настройками по умолчанию и переходим на третий шаг. На третьем шаге предлагается загрузить фотографию. Очень желательно ее загрузить, чтобы люди видели, с кем они общаются. Так проще продолжить знакомство в реальной жизни. Сохраняем фотографию. На четвертом этапе предлагается установить настольное приложение. Это не обязательно. С сетью можно работать через веб-браузер, но я рекомендую вам его также поставить. Я не буду дальше устанавливать. У меня оно уже установлено. И кнопка «I'm down» означает, что вы завершили все четыре шага. И переходим внутрь нашей социальной сети. Это ваша фотография, ваш профиль. Как видите, пока на английском слева панель управления. Опускаемся в самый низ и меняем язык панели управления на русский. Чуть позже будет добавлен украинский язык. В желтом окошке справа указаны те действия, которые предлагается вам еще выполнить, чтобы завершить подключение. Мы остановимся только на кнопке «Заполнить профиль». В профиле рекомендую... Вы сами решите, что писать о себе. Я же вам рекомендую заполнить поле «Местоположение». Так будет людям проще найти вас. И указать, может быть, какие-то ваши компетенции. Чтобы знать, в каких случаях вы... Чем вы можете быть полезны в социальной сети. И указать мобильный телефон. Это тот минимум полей, которые позволят другим людям проще с вами организовать работу. Ну, конечно, если есть какие-то другие контактные данные, так же их заполняйте. Сохраняем. И возвращаемся домой. О том, как работать в социальной сети, я расскажу вам в следующем ролике.